МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это дневник наблюдений на пятом канале. Здравствуйте, я Сергей Майоров, живу в Москве. Под наблюдением десятки тысяч камер на улицах в магазинах метро. Снимают все, снимают всех, собрать бы все и посмотреть. Страшно, интересно. Александр Расторгув, документарист из Ростова-на-Дону. Его жизнь наблюдать за жизнью других. Незаметно, 15 лет с камерой, срослись нервами. Его наблюдения хиты в Европе. Там все в шоке, так жить нельзя. Еще как можно, но нужно ли? Ближе к жизни стал Никита Лойк. Продюсеры пятого канала руководят мной по СМС. Читаем. Такая дистанционная режиссура. Внеси краски. А если скучно, то так и скажи. То есть я должен сказать, что поезд Осетия – самый скучный поезд в мире. Сцена первая. Поезд Москва-Владикавказ с остановкой в Ростове на 15 минут. Утро без душа, до родного города еще 10 часов, в тамбурах не души, вагон-ресторан пуст. А так хочется поговорить, потому что сегодня ему плохо и скучно. Хорошо было вчера. Вчера Александр Расторгуев в московском ЦДХ представлял свой очередной киноэксперимент. Ему наливали, твердили, что гений. Он твердил – все гениальное просто. Чтобы снять новый шедевр, Расторгуеву даже не пришлось брать камеру в руки. Он отдал ее реальным ростовским пацанам. Через месяц пацаны вернули владельцу дорогую игрушку разбитой. Но на кассетах бесценный материал. Разборки, попойки, оргии. Я все кусь, ты не понимаешь, я не могу идти, мне очень плохо. Я сказал, это не мой. Нет, я просто физически устал физически. Расторгуев думал, это будет кино про жесть. Смонтировал, оказалось, про любовь. Кстати, новому киножанру его когда-то любовь и научила. Я хотел снять кино про женщину, которую я люблю. Я взял камеру, пришел к ней, нажал на рек, потом мне это надоело, я отстал камеру и все. И камера стояла на столе, и она взяла эту камеру в руки и стала что-то с ней баловаться и снимать сама себя. Я поставил кассету в магнитофон и посмотрел первые 15 минут скучнейшей глупости, которую я наснимал. И потом 20 минут сокрушительно талантливого материала, который она сняла, играючись по себе. И это было абсолютно, это было разблочение такое. Я всегда знал про себя, что я самозванец, но это был просто такой холодный душ. Почему видеокамеры снимать? Причина у нас. Почему? Потому что это стратегический объект. Вот здесь поезде? Что ж ты опять там снимаешь? Нравится мне. Что тебе нравится? Нравишься. Я тебе нравлюсь, чтобы снимать меня. Да. Сцена вторая. Тот же поезд Осетия. Проводница Мадина, продавец пиратских дисков Михаил, соседки по купе Людмила и Валентина. Нехитрая массовка из попутчиков. Расторгуев снимает, не представляясь, зачем режиссеров-документалистов у нас не знают. Журналист, что ли? Ну. Ну что, ну? Писатель. Писатель? Писатель. Это хорошо. Люда с Валей угощают. Икра красная, лососевая. Вроде свежая. Куплена по дешевке на станции Рогачевка. Маленькая дорожная радость двух утомленных женщин. Изменяли ли вы мужье? Да. Да. А они знают об этом? Я думаю, со вторым мужем ему не изменилось, что нет. Из любви к искусству женщина в постель другого мужчине не пойдет. А вы когда-нибудь предавали свою любовь? Ну, например, я бросил любимого человека. Бросил его в ситуации беременности. Бросил своего ребенка. Сбежал не потому, что я боялся несвободы, потому что ребенок, это так сложно, денег нет, все ужасно, работы нет. Нет, может быть, не это была причина. Причина была то, что вообще женщины же лучше мужчин. И женщины становятся плохими только потому, что они оказываются рядом со слабыми мужчинами. Слабыми мужчинами женщины становятся б***ними и становятся, дурнеют и умирают. Сцена третья. Родительская двушка в спальном районе Ростова-на-Дону. Она же монтажка, разобранная до лучших времен. Она же творческая мастерская, где уже третий месяц пылится опавшая елка. Под елкой спит кот. Кот, ну какой ты побитый, кошмар. Драчун, похотливая скотина. 14 лет назад у Александра была своя квартира, жена, сын, работа на местной ГТРК. Но в нем проснулся большой режиссер. Однажды для съемок фильма «Чистый четверг» Расторгуев без разрешения руководства сорвался в Чечню. Ни директор ГТРК, ни жена поступка не оценили. Не помог даже привезенный из Лейпцига приз кинофестиваля за лучший документальный фильм. Сегодня Расторгуев безработный холостяк в постоянном поиске. Чаще ищет деньги. Ну вот последние два года вообще, значит, я не получал никаких денег, ниоткуда никак. И чтобы сократить расходы, я переехал к родителям. Я занял своих друзей, сейчас мой долг где-то в районе полмиллиона рублей всего. Но как бы вот, в общем, всех друзей, которые готовы были мне занять, они всем не заняли. Дикий-дикий пляж. Жар нежных. Последний законченный фильм Расторгуева, снятый на беспроцентный дружеский кредит. Снимал на грязном, диком Черноморском побережье. Три месяца без сценария. Просто наблюдал за отдыхающими. И возмущался отдыхающими. Такое кино. Я буквально вот сейчас иду на выборы в городку Дума Черноморского района. Я, ну, процентов 80, я стану депутатом Черноморского района. Понимаете? Это очень просто. Я просто... Зато сейчас просто люди воруются для себя. А свиньям ничего не остается. Поэтому на свиньи худые. Так быть, кормить же не надо. Реальная сцена. Человек как бы из власти. Он депутат большого района в Краснодарском крае. Если бы я был представителем власти и увидел, что в моей партии существует такая скотина, я бы мгновенно просто вышвырнул бы за порог. Нет, этого не произошло. Он богатеет, растет по карьере его карьера. Он несколько раз посмотрел это кино. Растет животное. То есть все нормально у него. На самом деле кино не меняет судьбы. Вообще судьбу людей могут поменять только они сами. Что я имею вообще? Я имею дом, который не заинвестирован на меня. Совершенно ненормального родителя, которые делят со мной эту живую площадь несчастную. Сцена четвертая. Александр Расторгуев в гостях у друга Ивана. Иван – молодой художник-авангардист. Живет в частном доме на окраине Ростова и лепит свой мир из пластилина. Денег хватает только на еду и коммунальные платежи. Но есть Аня, его большая любовь. И это отличный сюжет для будущего фильма. Мы уже как бы живем вместе. На моей подушке ее волосы или там в моем стакане зубной щетки стоит ее зубная щетка. Или там я мою волосы ее шампунем, потому что у меня нет моего шампуня. В отношении героя, честность, это не обязательно доставание его скелетов. Вот есть человек, который там плох или там некрасивый, да, но он при этом яростно и абсолютно самотверженно любит. И если просто зафиксировать эту, его самую яростную, прекрасную любовь, то это будет честно ведь про него, да. И даже если после этого не показывать, что, например, у него там нет одной ноги, или он там ворует деньги у бабушки-пенсионерки своей, то все равно это будет честное кино. Сцена пятая. Открытый финал. Не менее скучный поезд ведет режиссера Александра Расторгуева в Санкт-Петербург на смотрины к продюсеру. Возможно, его новый фильм оценят. Возможно, дадут денег. Если не повезет, вернется в Ростов. Если повезет, тем более вернется. Я ненавижу Ростов. В Ростове есть абсолютная кичливость своей провинциальностью. Сейчас в Ростове задается журнал под названием «Не Москва», в котором люди пишут про то, как хорошо же быть не Москвой. Потому что поскольку все такие козлы, а мы живем в Ростове. Мне вот это не нравится. Но, с другой стороны, в Ростове живут люди, которых я физиологически, без которых не могу жить. Физиологически. Вчера ужинал в ресторане в Старой Москве. Желудок стал отвергать кофе и булки. Захотелось горячего. Обожгло. Лампами в виде автоматов Калашникова. Шокировали витрины соловьяными черепами. Добило надпись у туалета «Я сломаю тебе шею». Но было вкусно. Я нахваливал шеф-повара, шеф-повара Филиппа Старка. Божество современного дизайна, автор интерьера этого ресторана. Старк – провокатор. Но провозглашает мир во всем мире. Просто за мир он борется по-своему. Часть своих гонораров регулярно перечисляет фонд «Врачи без границ». О человеке-супер Старке. История из Парижа от Любови Камыриной. В 2007 году Филипп Старк распорядился сделать русскую версию своего сайта, чтобы дорогие россияне красиво потратили нефтедоллары. Через год, когда начался всемирный экономический потоп, на сайте всплыла эта неприличная... Нет, это неприличная фотография. 117-метровая яхта стоимостью около 300 миллионов долларов. Заказчик – промышленник Андрей Мельниченко. Просто факт. Вместо пролога. А начать можно так. Коммунист и моралист Филипп Старк. Ненавидит общество потребления, поэтому разоряет его, как умеет. Изящно. Король совершенной формы – Филипп Первый и Единственный. И его подмастерье. Креативное бюро в центре Парижа. Позавчера сдали макет интерьеров для особняка Дженнифер Лопес. Вчера сочиняли проект космодрома по заказу НАСА. Сегодня произвели на свет космическую соковыжималку. Перерыв 15 минут. На встречу с генератором идей. Потрепать челядь за ушко – высшая форма похвалы. Всем трепетать. Он идет. Он приближается. Мондио. Он здесь. Фигня. Можно свет поменять? Ну, мы попробуем. Давайте. Я хочу выглядеть секси. Это не капризы. Лет 15 назад я бы вообще на вас наорал. Просто если луч света падает неудачно, разговор не получится. Я придираюсь к мелочам. В этом секрет моего успеха. И поверьте, если обращать внимание на нюансы, можно изменить этот мир к лучшему. Вот, например, вам нравится стул, на котором вы сидите. Вы его любите, вы его достойны, а он достоин вас. И вы начинаете любить себя. А потом и весь мир. Делая такую психотерапевтическую мебель, я получаю гораздо больше удовольствия, чем от грандиозных проектов. Вот крыша, которую построил Старк. Супер Старк. Раз 10 лет назад его попросили придумать старому Парижу новый фасад. Проект под названием «Ля Рю Старк» улица Старка сейчас находится в глубокой заморозке. Только на крышу уж балмошного дизайнера и хватило. И не потому, что перебои с финансированием. Просто Старку скучно стало, и он за старое взялся. За стулья спроектировать целый город куда проще, чем сочинить один единственный стул. Так говорит Старк. Вот его 200-й вариант возлюбленного предмета. Тонконогая модель по имени Мари. Прозрачный намек на прочное чувство. Мари гуляет по Пари. Воздушная и легка. Своё пластиковое создание Старк изначально оценил в 9 евро. Но когда эта четвероногая подруга стала так же популярна, как Эйфелева башня, фирма-производитель стала просить по сотне евро за штуку. А точнее, за имя. А ещё точнее, за идею. Когда мне было 17, я пришёл на собеседование к Пьеру Кардену. Он был не в духе, и я сказал, «Пьер, у вас такой неудобный стул, и такой некрасивый стол, и такая неинтересная лампа, поэтому и настроение у вас такое». Через день я уже работал арт-директором у Кардена. Правда, наши взгляды разошлись. Он хотел запустить линию мебели для богатых людей за очень большие деньги, а я хотел делать подешевле и для многих. Я всегда был слегка коммунистом. В общем, я сбежал от Кардена. И больше никогда не работал на начальника. И у меня всегда были лучшие в мире заказчики. Я думал, что смогу работать с политиком, если только он будет представителем левых. Франсуа Миттеран как раз был человеком слева. И у меня с ним не было проблем. Когда я придумывал интерьер его резиденции в Елисейском дворце, я пытался представить себя на месте президента. Например, в его комнате для отдыха я расстелил ковры, на которых были вытканы мудрые изречения. В ванной комнате вместо обычных кранов я установил сенсорные датчики. И президент управлял водой как страной. Один жест вправо, и вода течет. Чуть левее вода становится прохладнее. Это помогало руководителю укреплять уверенность в себе. И это было воплощение моей главной идеи. Чем я могу вам помочь? Мой девиз. Братья и сестры-кокетки Марии, братья и сестры по отцу-творцу стоят, лежат и висят внутри этого уродца из крученных труб. В одном из залов музея Помпиду работы Старка уже увековечены для потомков. Там Старка руками не трогать. Первое, что я сделал и что потом попало в музей, это была зубная щетка. Но я сам никогда не хожу в музей современного искусства. Там трупы вещей. Я хочу, чтобы мои вещи жили и чтобы их передавали по наследству. Они кажутся хрупкими, но это не так. Эти очки, например, смогут прослужить сотню лет. Новейшие технологии. Душки гнутся во все стороны. Это имитация человеческого плечевого сустава, который гнется во все стороны и ничего больше. Минимум ненужности и яркости. Простота спасет мир. Я никогда не читал и не читаю книг о дизайне. Я выпустил книжку с картинками о себе, но меня просто упрашивали это сделать. И вообще, что касается теории дизайна, я не слишком образован. Зато я знаю стихов часов на пять без прерывного чтения вслух. И могу сказать, что мои идеи рождаются как стихи, стихийно. Особенно, когда это хороший заказ. Вечер изящной поэзии Филиппа Старка без Филиппа Старка. Вместо себя он оставил здесь серебряного Будду, великого насмешника над иллюзорным миром вещей. Это выставка продажи для ценителей дизайна в модном доме Бакара. Старый бренд попросил Старка осовременить хрустальные вазы, люстры, фужеры, салатницы и супницы. Красиво и дорого. Очень дорого. Я могу придумывать дизайн для богачей, для их домов, сервизов и яхт. Но по-прежнему мое главное дело – это демократичный дизайн. Чтобы красиво, но дешево. Я сейчас создаю проект высокотехнологичных сборных домов по очень низкой цене. И я вкладываю свои деньги в этот проект. Поймите, миллионы мне нужны для конкретных целей. И в конце концов, у меня четверо детей нахлебников. И еще любимая девушка. Я не разучился любить. Вещи мои рабы, но я свободный человек. Как выглядит мой день? Ну вот смотрите, у моей дочки болит спина, когда она сидит за компьютером. А я в данный момент придумываю для нее новый удобный стул. Вечером я улечу из Парижа. Хочу к своей невесте. И вы знаете, лично у меня нет никакого кризиса. Кризис наступит через 30 лет, когда кончится нефть. Отсутствие нефти означает отсутствие пластика. Вот тогда мои коллеги-дизайнеры примутся рыдать горючими слезами. А что я? У меня уже есть собственный остров в Атлантическом океане. Моя страна – это люди, те, кто рядом. Их истории – это и есть история страны. Не придуманная, не отредактированная, откровенная. Ростислав Колпаков может стать большим артистом, но врать пока не научился. Я Колпаков Ростислав Вячеславович, 25 лет уже, как я на этом свете. Представляю себя представителем творческой профессии. Я из артистов, вокалистов. Зажатый, закомплексованный. Маминкин сыночек. Первый выход был в годовалом возрасте. Режиссер такой придумал. Герой кидает меч, отказывается от борьбы, что ли, какой-то там. И выбегает маленький мальчик и писает на этот меч. Я думаю, боже мой. Я думаю, какой стыд и срам был. Как же это я, как бы, ну слава богу, несознательный ребенок-то, ничего не помню. Но, вроде бы, слава богу, просто это физически не могло. Как можно годовалого ребенка заставить прилюдно, даже вдруг он не хочет в туалет. Пописать на меч. Я не знаю, что они там со мной делали. Заливали в меня литрами воды. Не знаю, честно говоря. Слава богу, я этого не помню. Я не думал, что я буду певцом. Пел я так себе там в ванной. Когда родители из дома на работу уходили, Илья перед зеркалом брал веник, включал Битлз и Абу, помню, тоже. И пел вместе с ними. Все. Отец ушел к другую женщину и все. Самые сильные переживания, это когда мама страдала. Постоянно в депрессии плачет. Это, конечно, для меня был какой-то период. Да, такие. Я даже сейчас передать не могу точно. Вот это отложило тоже отпечаток. Мама вытаскивал там. Вспитали. Мама хотела травиться. Ну, всякие разные ситуации. Газом. Ну, это, как бы, вот эти, те ситуации, я просто, я, как бы, кажется, так, как можно, как бы, я не знал, чем помочь. Для меня самое главное в жизни чувствовать себя любимым, наверное, и любить, не знаю, наверное, так. Сейчас я в состоянии, в работе, работа я занят. Поэтому хочется, конечно, и немедленно страстной и вечной любви. Ну, пока что-то, к сожалению, видимо, какой-то блок стоит внутри, потому что, видимо, все это зависит не от обстоятельств, а от самого себя. Поэтому, как бы, этого не хотел, видимо, я этого не хочу. Как бы не хотелось маме, но, я думаю, будет ей трудно отпустить меня, например, в какую-то мою, в мою, в мою личную жизнь, что ли. Потому что мама, все-таки, у меня, как бы, она одна, у меня, как бы, в основном, основное, как бы, воспитание она мне дала. И ее мне тоже, как бы, не хочется так бросать-то, все-таки, когда создаешь семью, это все-таки твое какое-то, твое, твое гнездо, твое ячейка, общество. Спасибо. Тем более, делить собачек, нашим, нашим, я не знаю, как мы будем делить-то. Свой голос, это важно, услышать тех, кто рядом. Возможно, это и есть абсолютный слух. Сергей Майоров, дневник наблюдений, продолжение следует. Спасибо.